всем привет сегодня мы будем готовить заливной капустный пирог сделаем сначала мы капусту потушим а потом я вам расскажу что для этого нужно но сначала мы включаем духовку 160 градусов вверх-вниз берем стакан кефира у меня здесь 200 грамм высыпаем пол чайной ложечки пищевой соды вот так и размешиваем и оставляем теперь у нас здесь капуста у меня капуста курасава она очень быстро готовится но выглядит она вот так в целом видео так дальше одна небольшая морковь половина луковицы перец болгарские и потом я еще туда пусть там у меня петрушка значит что нужно сделать морковь на терке капусту как вот тушить порезать лук перчик тоже порезать все порезала морковь потерла лук кубиком капусту капуста у меня здесь 450 грамм и перчик в кастрюлю наливаем 2 столовые ложки растительного масла у меня в данном случае масло косточек виноградные виноградные косточки очень хорошее масло всем рекомендую прям последнее время только ему пользуюсь всем закидываем сюда лук морковь они должны в общем-то приготовиться почти и только тогда мы будем закидывать капусту если у вас капуста обычная белокочанная то тогда готовьте как вы вот готовите потушить капусту все она сейчас будет это все жарится тушится и мы будем делать тесто тем временем посмотрите что произошло с кефиром будьте аккуратны так здесь у меня два яйца добавляем соль щепотку хорошую щедрую все это аккуратно взбалкиваем ничего взбивать мы не будем так теперь здесь у меня стакана трубей овсяных это 200 грамм я это перима перемелю в кофемолке и добавлю сюда также у меня здесь 50 грамм кукурузного крахмала я вот отложила я его буду добавлять по мере необходимости потом скажу сколько я добавила и у меня еще будет ну ложка пару ложек оливкового масла в тесто перемалываем отруби вот лук с морковью почти приготовились закидываем капусту и перец вот так вот смотрите капуста осела и вот в этот момент вы должны ее посолить по вкусу все делайте пробуйте граммах я это уже вам не скажу я использую красный сладкий перец корны и вы можете сюда добавить любые пряные травы приправы и вот все что вы хотите можете добавить у меня будет в красный черный перец и соль все перемешиваем и в общем-то мне капуста готова оставляем ее пусть она немного остынет и занимаемся тестом в яйца добавляем перемолотые овсяные отруби выливаем сюда весь кесир перемешиваем и вот сюда я добавлю 3 ложки крахмала 3 ложки крахмала это примерно вот такие щедрые это примерно и есть где-то 50 грамм все и замешиваем вот такое достаточно жидкое тесто как на оладьи все тщательно перемешивайте чтобы не было никаких комочков берем форму я ее застелила фольгой все смазала растительным маслом теперь берем тесто половину теста мы выливаем на дно формы разравниваем так разровняли и сюда мы выкладываем всю капусту вот у нас есть на канале тоже пирог капустный это там без всякой муки на крахмале и на яйцах там просто все перемешивается на сковороде с двух сторон выпекать тоже очень вкусные получается пирог попробуйте приготовьте это тоже вот наш такой семейный рецепт ссылку мы оставим под видео капусту разравниваем слегка вот так вот придавите и сюда мы выкладываем вторую часть теста они мы еще это посыпем сверху петрушечкой не любите петрушку добавьте укроп не любите зелень не добавляйте капусту вы должны попробовать чтоб она у вас была вкусная тесто тоже оно должно быть такое в солененькое все и выкладываем вторую часть тесто выкладываем сверху вот так вот ее сразу массу это распределяете по поверхности когда будете выкладывать вам размазывать было удобно все аккуратненько разровнять так все все и сделала все разровняла значит ставим 160 градусов я поставлю минут на 35 буду смотреть все зависит от духовки смотрите наблюдаете прошло у нас 35 минут вот так выглядит пахнет мы его теперь остужаем и будем вынимать из формы пирог остыл ну такой тепленький вот так вот лопаткой по краям проводим ничего вроде бы не прилипло снимаем форму вот так ну и сейчас естественно мы его попробуем знаете режется как в общем-то вполне себе пирог стоять до сейчас тарелочку вот так он выглядит на разрезе и будем пробовать такой знаете настоящий капустный пирог поэтому я рекомендую приготовить это вкусно полезно на очередование худейте с удовольствием всем пока